ну что ж снова всем привет всем доброе утро хороших выходных мы вновь на нашей печи и сразу же в начале видео попрошу людей которые будут просматривать подписаться на мой канал поддержать мой канал ставить комментарии поставить обязательно колокольчик чтобы получать видео самыми первыми как только она выйдет и так на чем мы закончили в прошлый раз все видели сейчас будем устанавливать прочистную дверь еще одну которая будет находиться на втором колпаке чтобы можно было очистить и сбрасывать уже в юшку задвижку в юшку как кому удобнее так кому лучше тот пускай так и воспринимает это крепить будем опять же на гвоздики здесь два гвоздя отверстия общем пока будет печура расти буду снимать показывать как что зачем мы продолжаем так что у нас получается делаем второй колпак так один аж почему нету света не включается почему-то так что мы делаем делаем последний колпак там у нас подъемник здесь прямой ход здесь колпак такая вот так вот выпилили кирпичи колпак будет вот так вот перекрываться с большими зазорами еще поднимется на два ряда и того 5 и два ряда перекрытия 7 еще рядов колпака гнать здесь уже будет сразу формироваться под основной дымоход пока еще эта стеночка гонится здесь будет такая площадка кастрюли поставишь не знаю что уже хозяева придумают и будет свели вот так вот небольшими ромбиками не знаю уступчиками с пилами как угодно так и назовите прошу прощения снимаю настолько в неудобном положении надо мой потолок согнувшись раком перекрываем второй колпак таким макаром подъемный небольшая такая как стеночка очищена первые кирпичи почистил этот еще нет только положил поэтому решил показать что перекрываем здесь уже у нас стоит юшка поэтому сейчас перекрывается колпак первым рядом потом перекрываем вторым рядом сюда будут вставляться кусочки по 6 сантиметров пол кирпича чтобы все красиво было через прокладку из не кручил материала чтобы зазор был на расширение кирпича так что еще интересного ничего кстати вот тут столбик его в принципе можно в колпаке не делать но я вот так на три ряда еще выше поднял а так в принципе его можно не делать как получился в 1 2 3 4 5 6 кирпичей высотой 1 2 3 4 5 до 6 кирпичей еще это второй колпак вот еще в принципе продолжаем дальше в общем идем логическому окончанию второй наверно вернуться второй колпак первым слоем перекрыли сейчас будем перекрывать вторым эта стеночка уже гнаться выше не будет такая вот и останется по высоте ну а здесь уже пойдет дымоход получается как то так у нас обеденный перерыв 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 лучок курочка сальса майонезик кофеек басяцкий чистый по-быстрому с этой стороны так получается в общем пока обедаем дальше приступим после обеда уже я думаю что выйдем на чердак в общем выпилить отверстие 50 на 50 не получилось а вот дырень вывалить 2 на полтора вот это сто процентов вышло а всего-то надо было четыре доски разлупить все дырку не ну это понятно да понятно заодно и потолки переделаем переложим даже можно и крышу вали новые стропильняков поделаем ой как жаль что камера не передает всей той пылищи которая здесь творится они отроки передает простите хозяева за то что разваливаем вам хату к чертовой матери но по-другому никак здесь не вырезать только так а вот у нас лестница блин как не знаю как в рай хлоп и такой яркий свет лестница в рай твою душу мать я прошу прощения за маты галима развалили пол хаты не здесь без респиратора нечего делать здесь реально дышать нечем а респираторов нет раскупили строительном магазине в трех строительных магазинах нашего города не одного респиратора как так идиотизм я понимаю что коронавирус понимаю что надо как-то обезопасивать себя но не скупать же эти промышленные производственные респираторы ну фу ладно работу продолжаем ну что вышли на распушку распушку принципе сделать сейчас внутреннюю закладку делаем чтобы было понятно распушку делаю по 4 сантиметра скорость стороны выдвигаю два ряда по 4 и уже третий ряд поднимается ровно с первым какие кирпичи используются в распушке длина кирпичей 4 целых и 4 по 16 первом ряду идут 4 целых и 4 по 8 и того мы раздвинули нашу трубу увеличили на сколько 8 на 20 сантиметров до если правильно пошел до правильно на 20 сантиметров у нас увеличилась так что как то так разложим ее и в принципе отверстие уже есть в кровле поставим опорные полки чтобы знать направление и будем знать еще раз попрошу всех кто просматривает данное видео не пожалеете этих три секунды своего времени ткните мышкой по кнопке подписаться и поставьте колокольчик спасибо и так пока женек пытается заделать дырень в потолке я займусь футировкой все хорошенько вычистить позатирать швы что все было чисто и гладко после чего вот уже заготовлен картон обложить стены картоном сантиметровый слой картона вот этим сейчас я займусь что ж обкладка картоном завершена вырезана полностью заложили дальше ставим первый ряд шамота делаем раскладку для начала чтобы узнать где как лучше вырезать конечно ты что можешь все и так первый ряд выложен выложен на глину для того чтобы выровнять все если есть какие-то перепады чтоб они пропали по так нам лучше по бокам базальтовый картон чтобы расширению было куда кирпич одеваться сантиметр слой картона да кстати те кто будет работать базальтом говорю сразу что я не слышал что об этом говорили но уже не раз сталкивался почему в принципе не люблю этот картон состоит из сфокусируется камера вот видите блестящие эти палочки черные это все тоненькие тоненькие иголочки такие металлические и не настолько хрупкие не так быстро ломаются назвать этот палец шлоп сразу же сломалась и все достать с пальца это настолько трудно поэтому это один из из случаев один из при одна из причин по которой я не люблю с ним работать на принципе собственно либо калинку нужно использовать супер силика либо как используя асбестовый шнур и асбестовая вата вот как бы поэтому я их и люблю что не пальцы не поколешь так ну дальнейшая футировка производится просто по кругу с перевязками ничего нового поэтому как за футерую покажу так у что получается здесь уже формируем выход горячих газов зарезали так вот кирпич здесь тоже будет зарезаться объясню почему 22 выхода этот будет так летний ход чтобы не прогревать массив печи этот этот уже на зимний да можно было бы сделать все через один колпаки по другому немного разместить вот я попробовал вот так сделать да может быть мороки чуть-чуть больше но хочу попробовать так что получится не знаю серовка проходит вот так пустой шов я не делаю потому что и так зазоры принципе большие по сторонам поэтому как-то так женька уже все здесь на ноль заложил сегодня уже закончили так что сейчас ужин время уже позднее поэтому завтра будем доделывать ну и снова доброе утро вчера растет сегодня закончим женька на чердаке трубу ложат я футеровкой занимаюсь время 7 утра я что скажу на улице кстати мороз и как бы там не было в командировке в неотапливом доме холодновато при морозе сна никакого потому что крутишься и вертишься в общем все не выспавшиеся одубели умерзли в общем продолжаем дальше спасибо что остаетесь с нами не забывайте подписаться поставить колокольчик шоу футеровка топливника закончена хайло под блин чуток свет не включается ладно так это для зимнего зимнего не надо включать свет вот так получше это для летнего хода это для зимнего хода все зафутировано поверху в два слоя базальт уложен картон так что в принципе можно устанавливать плиту сейчас попробую все это одной рукой сделать получится или нет еще не знаю на камере попробую вот как то так уровень цепляться ни за что не будет так что все хорошо вот здесь закончили там же дымоход гонит дымоход видите с небольшим смещением на каждом ряду чтобы попасть в прежнее отверстие в кровли вид спереди вот так продолжаем дальше вот какой у нас получился топливник длина топливника 72 сантиметра это запасом даже поэтому дрова длинные будут кстати так какой-то печи было ладно не помню а именно печь дело тоже длинный топливник и именно с такой вот что было сзади большая полочка в общем на себя показала очень хорошо в изготовлении блюд весь жар разгребалась туда ставится чего ног сюда оставилась еще я помню влазила месячем он ком утятница и здесь все за ночь настолько запекалась классно поэтому вот кому будет это важно длинный топливник вообще классная штука ну что спасибо всем кто остался с нами следил за работой печь закончили получилось так варочная панель вытяжка есть такой трехи не смели мусор ладно ничего страшного сметется они сюда тработок будет подшивать поэтому по любому накидают с этой стороны вот так сейчас как бы наступает самый ответственный волнующим момент каждого печника профессии первый пойдет не пойдет закоптить не закоптить куда вообще дым пойдет дом пойдет либо как положено ему в трубу в дымоход вроде картон сухой а гореть не хочет ну пока сюда не выбивает уже хорошо зачиняем сенсы на поддувало реагирует хорошо горит разгорается даже вот ради спортивного попробую на сырой открыть час как она себя покажет отлично отлично все идет как надо так что пускай продавливает дымом все теплом сходи посмотри с ними с это с дымохода дойдет дымок дымок повалил поскольку хозяева не хотят в камере мелькать мы послушаем их так со стороны как вам вообще печка ваша печка идеальный довольны тем что получилось на первый взгляд будет она такая небольшая но посмотрим как она будет дальше себя вести но по отношению с тем что было но по сравнению с тем что было конечно совсем другое даже нет никакого сравнения никакого сравнения естественно аккуратненькая хорошенькая печка огонь считай открытый как камин можно посидеть посмотреть у камелька вот печкой мы довольны а как меня нашли я понял в общем работой остались довольны ясно спасибо ну надеюсь будет вас радовать печка своим теплом ясно хорошо спасибо